В бескрайних просторах космоса в 2017 году на пороге нашего дома появился загадочный гость из другой звездной системы. Этот небесный объект, названный Оумуамуа, что на гавайском означает посланник издалека, прибывший первым, приковал к себе внимание астрономов по всему миру. Его прибытие ознаменовало собой первый случай в истории, когда мы смогли наблюдать межзвездный объект, проходящий через нашу Солнечную систему. Открытие Оумуамуа вызвало волну восторга в научном сообществе, предоставив уникальную возможность заглянуть в неизведанные глубины межзвездного пространства. Научное сообщество гудело от вопросов. Из чего он состоит? Откуда он взялся? Открытие Оумуамуа открыло новую главу в нашем понимании космоса. Визит Оумуамуа был скоротечным, но он оставил неизгладимый след в астрономии, пробудив любопытство и положив начало поискам «unraveling its secrets». Сама природа Оумуамуа поставила ученых в тупик. Его необычные характеристики не позволяли однозначно отнести его к какой-либо известной категории небесных тел. Был ли это комета, шар изо льда и пыли, извергающий газы при приближении к Солнцу? Или это был астероид, каменистый остаток ранней Солнечной системы? Траектория Оумуамуа, когда он пролетал мимо Солнца, указывала на его кометную природу. Он демонстрировал небольшое ускорение, что часто объясняется выбросом летучих веществ при нагревании кометы Солнцем. Однако была одна загвоздка. Астрономы не обнаружили никаких признаков кометного хвоста, характерного признака выброса газа. Эта необычная форма в сочетании с неожиданным ускорением породили догадки о его истинной природе, раздвигая границы нашего понимания небесных объектов. Траектория Оумуамуа через нашу Солнечную систему была столь же своеобразна, как и его внешний вид. Он не вел себя, как типичные кометы или астероиды, украшающие наше небо. Вместо того, чтобы следовать предсказуемой эллиптической орбите вокруг Солнца, путь Оумуамуа был гиперболическим, а это означало, что он совершал путешествие в один конец через нашу Солнечную систему, чтобы никогда не вернуться. Скорость, с которой двигался Оумуамуа, еще больше подогревала интригу. Он пронесся мимо Солнца с ошеломляющей скоростью 196 тысяч миль в час, что слишком быстро, чтобы быть захваченным гравитацией Солнца. Его путешествие по нашей Солнечной системе, хоть и недолгое, позволило нам мельком увидеть небесный гобелен за пределами нашего собственного космического района. Хотя скоротечный визит Оумуамуа ограничил наши возможности изучить его подробно, астрономы получили ценные сведения о его составе. Наблюдения за его яркостью и тем, как он отражает солнечный свет, показали красноватый оттенок, что указывает на наличие органических молекул на его поверхности. Красноватый цвет похож на тот, что мы видим у комет и астероидов, которые долгое время подвергались воздействию суровой радиации космоса. Это говорит о том, что Оумуамуа путешествовал по межзвездному пространству очень долгое время, а его поверхность была подвержена воздействию космических лучей и межзвездной пыли. Анализ света, отраженного от Оумуамуа, также дал информацию о свойствах его поверхности. Она казалась относительно гладкой и, возможно, металлической, отражая солнечный свет не так, как это делают обычные кометы или астероиды. Необычные характеристики Оумуамуа, его своеобразная форма, неожиданное ускорение и отсутствие кометного хвоста привели к некоторым предположениям о том, что это может быть инопланетный артефакт. Мог ли этот межзвездный гость быть зондом, посланным развитой внеземной цивилизацией? Хотя гипотеза об инопланетном артефакте интригует, важно подчеркнуть, что это всего лишь гипотеза, а не вывод. Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств, и на данный момент нет никаких научных данных, подтверждающих предположения о том, что Оумуамуа является чем-то иным, кроме как природным объектом. Научный метод требует, чтобы мы изучили все возможные объяснения, прежде чем прибегать к экстраординарным. Хотя возможность того, что Оумуамуа является инопланетным артефактом, нельзя исключать окончательно, крайне важно подходить к этой гипотезе со здоровой долей скептицизма и отдавать приоритет научно обоснованным объяснением. Хотя Оумуамуа покинул нашу Солнечную систему, его открытие вызвало всплеск интереса к поиску других межзвездных объектов. Астрономы разрабатывают новые телескопы и методы для обнаружения этих межзвездных нарушителей. С более совершенными инструментами мы будем лучше подготовлены к изучению следующего объекта, подобного Оумуамуа. Каждый новый межзвездный гость может революционизировать наше понимание космоса. Скоротечность визита Оумуамуа подчеркнула острую необходимость в более совершенных инструментах и методах наблюдения для более детального изучения межзвездных объектов. В следующий раз, когда межзвездный гость почтит своим присутствием наше небо, мы должны быть готовы. Астрономы активно разрабатывают телескопы следующего поколения, как наземные, так и космические, с улучшенными возможностями обнаружения и отслеживания быстро движущихся объектов, подобных Оумуамуа. Эти телескопы будут оснащены самыми современными камерами и спектрографами, что позволит нам получать изображения высокого разрешения и изучать химический состав этих межзвездных путешественников. Помимо новых телескопов, ученые разрабатывают инновационные методы наблюдения, например, использование гравитации Солнца в качестве гигантской линзы для увеличения света от далеких межзвездных объектов. Этот метод, известный как гравитационное линзирование Солнца, потенциально может позволить нам получать изображения межзвездных объектов с беспрецедентной детализацией. Путешествие Оумуамуа по нашей Солнечной системе позволило получить ценные сведения о динамике межзвездных путешествий. Изучая его траекторию и скорость, астрономы смогли уточнить наше понимание того, как объекты могут быть выброшены из своих собственных звездных систем и заброшены в просторе космоса. Тот факт, что Оумуамуа вообще достиг нашей Солнечной системы, наводит на мысль о том, что межзвездные путешествия хоть и редки, но не невозможны. Это имеет глубокие последствия для поиска жизни за пределами Земли. Если такие объекты, как Оумуамуа, могут путешествовать между звездными системами, то можно предположить, что и жизнь в той или иной форме тоже может это делать. Изучая такие объекты, как Оумуамуа, мы можем получить ценные сведения о трудностях и возможностях отправки наших собственных космических аппаратов к другим звездным системам. Путешествие Оумуамуа по нашей Солнечной системе послужило мощным напоминанием о необъятности и взаимосвязанности космоса. Оно расширило наши космические горизонты, показав, что наша Солнечная система — это не изолированный остров в космосе, а часть грандиозного космического танца объектов, путешествующих между звездами. Открытие Оумуамуа зажгло воображение как ученых, так и широкой публики, пробудив новое чувство удивления и любопытства по отношению к Вселенной, в которой мы живем. Оно бросило вызов нашим представлениям о природе небесных объектов и раздвинуло границы нашего понимания. Визит Оумуамуа послужил мощным напоминанием о том, что Вселенная полна сюрпризов и что нам еще так много предстоит узнать. Он вдохновил нас смотреть на звезды с новым чувством благоговения и продолжать поиски ответов на загадки космоса. Оумуамуа, первый известный межзвездный объект, посетивший нашу Солнечную систему, оставил неизгладимый след в нашем понимании космоса. Он вызвал бесчисленные научные вопросы, разжег воображение людей во всем мире и вдохновил новое поколение астрономов на поиски других межзвездных путешественников. Продолжая изучать Оумуамуа и готовясь к прибытию будущих межзвездных гостей, мы стоим на пороге новой эры астрономических открытий. С каждым новым наблюдением мы все глубже всматриваемся в космический гобелен, разгадывая секреты нашей Вселенной и нашего места в ней. Оумуамуа, посланник издалека, принес глубокое послание. Вселенная огромна, таинственна и полна чудес, ожидающих своего открытия. Его визит зажег искру любопытства, которая будет ярко гореть по мере того, как мы будем углубляться в космическое неизведанное. Открытие Оумуамуа придало новый импульс исследованиям межзвездных полетов. Ученые заинтересованы в разработке технологий для отправки космических аппаратов к другим звездным системам. Прорывы в двигательных установках, таких как солнечные паруса и термоядерные двигатели, открывают перспективы межзвездных путешествий. Эти технологии позволят отправлять зонды для изучения межзвездных объектов, как Оумуамуа. Задачи межзвездных исследований огромны, но столь же велики и потенциальные выгоды. Выйдя за пределы Солнечной системы, мы сможем глубже понять происхождение жизни и эволюцию галактик. Оумуамуа показал нам, что невозможное достижимо.